Всем привет! Отвлекись от предстоящих контрольных из отчетов. Ведь за окном наступила весна, и это не повод грустить, потому что команда Универ Нилс и я, Аурелия Сташкова, подготовили для тебя лучшие новости сегодня в выпуске. Студенческая весна не перестает удивлять. В КСК КФУ Уник студенты прошли сказочный квест. Тони Кулибины 21 века. В IT-лицее КФУ открылся конкурс юных изобретателей. Растим профессионалов. В Казани готовятся к открытию молодежный форум «Наш Татарстан». IT-лицее КФУ снова принял у себя самых одаренных и талантливых школьников. На этот раз речь идет о тех, у кого в детстве самой любимой игрушкой был конструктор Лего. Речь, конечно же, идет об инженерах. Кто они? Кулибины 21 века узнавала Диана Авакян. В этом году в финал 9-й Республиканской Олимпиады юных изобретателей Кулибины 21 века вышли более 50 одаренных школьников. Что немаловажно, на конкурсе по традиции представлены почти все города Татарстана. Причем география с каждым годом расширяется. Организаторам важно выявить таланты в самых отдаленных уголках республики. Официальную часть финала конкурса разбавили творческие коллективы Инженерного института КФУ. Кстати, у победителей, учащихся 11-х классов, при поступлении туда будут преимущества. Те, кто не первый год участвуют, 7-й, 8-й класс, мы ежегодно с ними встречаемся, видим, что первый год, может быть, это робототехник, второй год, это машиностроение, третий год, сельское хозяйство. То есть видим, что ребята свои знания расширяют и становится и разработок больше, и, соответственно, мы стремимся, чтобы эти звездочки поступали к нам в Казанский федеральный университет. Свои преимущества будут и у школьников младших классов. До вузов им пока далеко, а вот IT-лицей КФУ с радостью откроет двери юным инженерам. Приемная комиссия имеет возможность рассматривать достижения индивидуально. То есть это олимпиады, республиканского уровня, разнообразные конкурсы, но этим занимается приемная комиссия. Самая ответственная часть олимпиады – защита проектов. Не обязательно, чтобы работы обладали мировой новизной. Главное – нестандартный подход к решению технических задач. К примеру, изобретение учащегося девятого класса детский электромобиль. Я его создал, чтобы показать детям с ранних возрастов то, что за электромобилями стоит будущее. Потому что сейчас мы видим нашу ситуацию в мире. То есть машины на бензине и дизеле, они очень сильно загрязняют нашу окружающую среду. Электромобили могли бы помочь нам с этой проблемой. За всю историю олимпиады около 20 школьников сумели запатентовать свои изобретения. По словам организаторов, также важно приучать молодых талантов к тому, что за свой интеллектуальный труд они должны получать достойную оплату. На конкурсе их ждет символическое вознаграждение. Однако именно он может стать началом для будущих крупных достижений. И мы надеемся, что наши детки, когда поступят в какой-то технический вуз или пойдут на завод, они уже будут иметь представление, что такое рационализационное предложение. Они будут уже творчески подготовлены, будут иметь неопределенные знания. И им как-то будет легче влиться в производство и занять достойное место уже вот там на производстве. А теперь новинки всемирной паутины в нашей постоянной рубрике «Веб-Ньюз». Сборная Татарстана завоевала 11 золотых медалей в полуфинале национального чемпионата WorldSkills Russia в Приворском федеральном округе. Всего татарстанцы получили 20 медалей на турнире, проходившем в Саранске. 19 марта в Казани отмечается День доброго здоровья. В прокате деревни универсиады студенты смогут взять велосипеды, ролики и отправиться кататься по территории микрорайона. В Казани у аквапарка «Ривьера» начались первые работы по возведению колеса обозрения. Рабочими уже установлено основание колеса. Магистрант Института экологии и природопользования КФУ Роман Корольков стал стипендиатом фонда имени Вернандского 2016 года. Цель фонда является формирование золотого кадрового резерва современной науки и экономики. В Казани появилось граффити с изображением Джима Бивера. Актер изображен в своей знаменитой роли Бобби Сингера из сериала «Сверхъестественное». В Казани проходит международная олимпиада по татарскому языку и литературе. В первом заочном туре олимпиады, которая проходила в декабре прошлого года на портале КФУ, участвовали более 11 тысяч человек со всего мира. С 19 по 20 апреля высшей школой ТИСКФУ совместно с компанией Samsung проведет хакатон, портрет покупателя и демографическое профилирование. К участию приглашаются школьники, студенты и молодые ученые. В КФУ состоялся визит министра Тюринги и господина Вольфганга Тиффензе. Сотрудничество Казанского федерального университета с научно-образовательными центрами Германии реализуется благодаря установленным партнерским связям с более 30 немецкими университетами. Проектный менеджмент – та самая область, которая активно развивается в Татарстане. Но наша с вами задача – продолжить его интенсивное развитие. Как это сделают будущие менеджеры республики? Смотри далее. Форум «Наш Татарстан» еще не начался, но над ним уже идет большая работа. Ведь уже с 21 по 23 апреля казанцы и гости столицы станут участниками финала 6-го республиканского молодежного форума. Площадкой для форума станет IT-парк. Именно там целые команды разобьются по тематическим площадкам и представят свои проекты, найдут единомышленников и получат общественную и государственную поддержку. А также их ожидает увлекательный курс по проектной деятельности. Все присутствующие смогут узнать больше о создании и развитии проектов, проектной деятельности в целом и обо всех возможностях самореализации, которые предоставляет молодежь Республика Татарстан. Спектр довольно-таки обширен. Реализуется он по 10 площадкам, таких как территория инноваций, территория архитектуры и искусства, предпринимательства, информации, малой родины, мир и согласия. Дорогие друзья, мы приглашаем всех вас с 21 по 23 апреля в IT-парк города Казани на финальную выставку форума «Наш Татарстан». Вы сможете получить массу знаний, эмоций и, собственно, перейти от идеи к действиям. Дождались! Прошел первый гала-концерт фестиваля «Стутенческая весна-2016». Вряд ли кто-то мог бы предположить, что фестивальная часть выступлений изменит свой формат. И это случилось. Чем в этом году отличился долгожданный гала-концерт «Стране чудес»? Расскажет Аделя Мухамедшина. 18 марта стартовал первый гала-концерт в «Стране чудес» ежегодного молодежного фестиваля «Стутенческая весна-2016» Казанского федерального университета. Привычный концерт был видоизменен в квест, на котором каждому участнику предстояло открыть для себя что-то новое. Несмотря на то, что изменился формат гальника, главная цель осталась без изменений – удивить и понравиться всем членам жюри. Прибытие жюри на данном этапе – это просмотр нашей конкурсной программы в рамках республиканского фестиваля «Стутенческая весна-2016». И, возможно, мы очень надеемся на это, что будет гран-при. Но это все, конечно, суд, так сказать, будет позже. Надеюсь, мы узнаем. Это 26 числа. 26 числа мы надеемся на гран-при. Но это пока секрет для нас. Все участники были разделены на четыре команды, а если быть точнее, на четыре карточные масти. На их пути были танцевальные коллективы, вокальные номера и театральные представления. На каждой локации зрителям открывались истории, основанные на реальных событиях, произошедшие когда-то в стенах КСК «Оникс». Как стало известно, студенты открывали собственные таланты в полицейском участке, проваливались сквозь этажи, попадая на дискотеку, и даже писали песни, состоящие из одной строчки. Изменение традиционной программы гала-концертов, гала-квест, безусловно, вызвало бурю эмоций среди участников. Вы видели здесь фокусы? Не видели еще? Бегом смотреть фокусы, потому что они прям сумасшедшие. Я вот смотрю, каждый раз удивляюсь, прямо сейчас хочу поменять аккумулятор на своей камере, чтобы все это записать себе. Пики – это очень интересная сама масса, загадочная и необычная, поэтому, мне кажется, именно для нашей команды будет что-то интересное и не такое, как у всех остальных. Она чудес, потому что все уже устали, все все уже видели, а народ требует хлеба и зрелища. Зрители не сидят в концертном зале, они путешествуют по всему зданию «Уникса», путешествуют по всем историческим местам, шляпник меня почему-то сбивает с толку. Стоит отметить, что за один вечер участникам гала-концерта удалось увидеть знакомое всем здание с кардинально другой стороны. И теперь всем точно известно, что «Уникс» – это уникальное место, ведь всего лишь занимаясь любимым делом, можно стать частью большой истории. Вот и гала-квест студенческой весны тоже нашел свое место в богатой истории КСК «Уникс». Аделя Мухаммедшина, Руслан Урозаев, Универньюз. Это все. Продолжай следить за новостями с Универньюз. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!